Покрытие и крыши, фонари, покрытие зданий, чердачные крыши, бесчердачные, совмещенные, невентилируемые покрытия, совмещенные, полносборного типа, вентилируемого покрытия и так далее. То есть, это настолько много разнообразных решений, решений покрытия зданий. Кстати, покрытие, это перекрытие самого верхнего этажа, которое включает и дополнительные элементы в виде утеплителя. И входит в состав покрытия в виде перекрытия, а также в виде крыши. Крыша может быть и кровли, кровля может быть и мягкая и так далее. То есть, это покрытие защищает здание от атмосферных осадков, от влияния, от вредного влияния, влияния природной среды. В первую очередь, это от атмосферных осадков. Покрытие и крыши, это конструктивные элементы или архитектурные строительные конструкции, которые играют роль в общем формировании этой системы здания. Ну, допустим, покрытие, говорят, это горизонтальная конструкция, завершающая здание по высоте. Тоже правильное определение. В покрытиях совмещаются, как перекрытие последнего этажа и крыша. Крыши венчают здания несущими ограждающими конструкциями, состав которых пароизоляция, теплоизоляция, кровля и так далее. То есть, своё какое-то решение характерное или приемлемое для данного здания. По структуре крыши разделяют на чердачные, бесчердачные. Каче несущих элементов используются стропильные конструкции, наклонные балки, стойки, прогонные, малорылаты и так далее. То есть, решения крыш есть различные. Различные. Они характеризуются традиционными для каких-то регионов. Допустим, крыши делают. Или же из различных материалов, которые характерны для данного города. Или в Прибалтике, допустим, делают очень высокие крыши. И этим отличаются такие города, как Рига и другие очень высокие крыши. И в качестве кровяного материала тоже применяются штучные материалы, которые придают некую особенность для этих районов. В крышах с холодным чердаком утеплитель входит в состав чердачного перекрытия. Бесчердачные крыши устанавливают во всех видах зданий. Особенностью является совмещение всех слоев. Поэтому их иногда называют совмещенными покрытиями строителей. Они могут быть невентилируемые и вентилируемые. Совмещенные построечного типа устраивают при помощи пароизоляции, утеплителя, рулоны, мягкой кровли. И другие решения, которые дают хороший эффект при данных метеорологических условиях района строительства. Совмещенные невентилируемые покрытия полносборного типа возводятся из утеплённых кровяных панелей с определённым уклоном. В полносборной является также двойная конструкция совмещенной крыши. Совмещенные вентилируемые покрытия отличаются наличием воздушного пространства над утеплителем. Вентиляция этого пространства для удаления из утеплителя влаги осуществляется воздухом, поступающим через продухи наружных стенах. Промышленно-сельскохозяйственные здания применяют преимущественно невентилируемые совмещенные покрытия. Они служат несущими элементами, железобетонные металлические балки, фермы, ограждающие элементы, обычно делают из бетона и других материалов. К традиционным конструкциям панели относят ребристые панели длиной 6-12 метров, которые входят в состав покрытия. Для отапливаемых зданий используются доборные комплексные панели, в состав которых в заводских условиях входят все слои, за исключением гидроизоляционного условия. В качестве несущих элементов покрытия используют также настилы, коробчатого типа, сводчатого типа, КЖС-ки различного размера, 12-метровые, 24-метровые, обычно самые ходовые. Настилы обычно опирают на балки, ригели, вложенные по колоннам вдоль пролёта. В отапливаемых производственных зданиях применяются лёгкие покрытия на основе профлиста. Монопанели перекрывают 12 метров, ширину до 3 метров, и при том наклеивается гидроизоляция и утеплитель. Трёхслойные панели тоже используются длиной 12 метров, состоят из наружных, внутренних листовых обшивок, а внутри заполнения утеплителем. Это типа панели сэндвич, их называют. Фонарями это называют остеклённые или частично остеклённые надстройки на покрытие здания. Фонари это строительные конструкции, которые служат для освещения, в частности, для верхнего освещения производственных площадей, которые удалены от оконных световых проёмов. А также через них производится воздухообмен в помещениях. По назначению их обычно делят на световые, аэрационные. Ну, обычно делают их комбинированными. По профилю сечения бывают очень различные, значит, прямоугольные, в большинстве трапецовидные, треугольные и различных других типов. Фонари обычно при их устройстве должно быть очень чётко технико-экономически обоснованно. Обоснованно, потому что их устройство связано с тем, что в несущем элементе делаются специальные решения для устройства фонаря. Это влияет на общую устойчивость элементов покрытия. Поэтому фонари делают лёгкими из профилей стальных, стараются и с использованием более лёгких светопропускных каких-то материалов. Расчёт конструкций по предельным состояниям. Предельное состояние, понятие, первая группа предельных состояний, вторая группа предельных состояний, силовые нагрузки воздействия, несиловые нагрузки воздействия, оценка состояния конструкции, нормативные и расчётные сопротивления. Это основные понятия, базовые понятия по расчёту строительной конструкции по предельным состояниям. В своё время проектировщики, совмещая практику, имея богатый опыт строительства, проектировали по так называемому допускаемому давлению. То есть это было вполне оправданно. Какая-то конструкция, будь то основание, фундамент или любая другая строительная конструкция, она выдерживает, скажем так, какое-то силовое воздействие. То есть нагрузку без разрушения. Его, исходя из практического опыта, принималась какая-то допустимая нагрузка. А потом уже дальше, согласно вот этой нагрузке, проектировались, определялись геометрия, все поперечные сечения и так далее, и так далее. То есть полное проводилось проектирование данной строительной конструкции. Но проходило время, и практика показывала, что хотя допускаемое давление не превышает, вернее действующее давление не превышает допускаемое давление, но в конструкции возникают трещины, возникают какие-то деформации, которые со временем развиваются, вводят эту конструкцию из строя. И это привело к тому, что в любой работе, в любой конструкции, в зависимости от материала, естественно, возникают какие-то предельные состояния, которые можно разделить на несущую способность этой конструкции и на те деформации, которые выдерживают данные конструкции. Вот так были заложены основы расчета по предельным состояниям. Они оправданы до сегодняшнего дня и показывают, что если соблюдены все требования предельных состояний, как первой группы, так и второй, то в принципе данная строительная конструкция, она будет нести свою нагрузку и служить в течение всей расчетного срока службы. Конструкции рассчитывают на силовые воздействия по методу предельных состояний, в котором устанавливают предельное состояние конструкции и вводят в систему расчетных коэффициентов, учитывающих различные факторы. О чем здесь идет речь? Речь идет о так называемых коэффициентах трусости. Проектировщики называют между собой эти коэффициенты, которые официально называются коэффициентами перегрузки, коэффициентами надежности. Они учитывают те процентные увеличения нормативной нагрузки. Нормативная нагрузка под действием различных факторов увеличивается до безопасности для данной конструкции. Вот в этот момент вводятся коэффициенты, расчетные коэффициенты. Они дают спать спокойно проектировщикам и эксплуатационщикам. Здесь показаны на этом рисунке примеры строительной конструкции, которые работают в разных условиях под действием различных факторов. Это каркас из металлических прокатных стали, швеллеров, двутавров. И создана система пространственная. Она обладает какой-то жесткостью. Она работает благодаря работе своих элементов, которые рассчитываются на узловое соединение, общую устойчивость в различных направлениях. В общем, свои расчетные вот такие трудности, сложности, которые обычно стоят перед проектировщиками. Здесь в конструкции показаны плиты, которые используются обычно в жилищном, гражданском строительстве. Это пустотные плиты. Они идут обычно размером 6 на 6 на метр 20, на 6 метров. И перемычки показаны. Они, вот эти конструкции, работают чисто на изгиб. На изгиб. И расчетная схема для этих конструкций может быть принята в виде балки. В виде балки, то есть сечение, значит, напряженное состояние в каждом сечении, в поперечном сечении и в продонном сечении одинаковое. Деревянные конструкции тоже, значит, очень хорошо показывают себя. Значит, при небольших нагрузках и с учетом их слабое место, этих конструкций, это пожарное, пожарное, соблюдение пожарной безопасности и пожарная опасность этих конструкций. Ну, естественно, принимаются какие-то мероприятия, которые, в принципе, могут сохранить долговечность этих конструкций. Предельное состояние конструкции, суть метода заключается в установлении для данной конструкции, будь то балка, будь то, значит, какая-то другая, другое решение. Значит, для данной конструкции предельное состояние. И задача, задача проектировщика, и задача, значит, в эксплуатации данной конструкции, то есть не допускать возникновения и достижения этих предельных состояний. Поэтому есть определение, обычно предельным называется такое состояние конструкции, при достижении которого она перестает удовлетворять предъявляемым требованиям. Ну, подчеркивается процесс эксплуатации или монтажа, то есть конструкция теряет способность сопротивляться внешним воздействием или получает недопустимую деформацию. Она определяется обычно практически. Практически, вот, видите вы, балку, балку, на нее передается нагрузка через домкратную систему, через домкратную систему, и под действием этой нагрузки, этой нагрузки возникают чрезмерные деформации. Деформации – это наблюдаемые понятия, наблюдаемый фактор. Вот она. И под действием этих, развития чрезмерных этих деформаций происходит выход из строя этой конструкции, то есть потеря несущей способности. Вот это, значит, предельное состояние – это, значит, потеря несущей способности, предел этого состояния. А вторая группа – вторая группа – это, значит, возникновение в конструкции развития, возникновение и развитие недопустимых чрезмерных деформаций. Различают, поэтому, обычно говорят, первое предельное состояние и вторая группа предельных состояний. Предельное состояние первой группы включает состояние, которое ведет к потере несущей способности или полной непригодности конструкции к условиям ее эксплуатации. Связано с общей теорией устойчивости формы, потерей устойчивости положения, разрушению любого характера, переход в изменяемую систему, качественное изменение конфигурации, состояние, про которое необходимость прекращения эксплуатации в результате текучести материала, его ползучести, а также чрезмерно сдвига в соединении. Ну, последний момент – это понятно. Значит, материал начинает, терять несущую способность, из-за этого возникает чрезмерная деформация, ползучесть, ползучесть – это развитие деформации во времени, и разрушается соединение. В результате вся система теряет устойчивость и разрушается, то есть теряет несущую способность. Здесь вот этот момент, допустим, переход в изменяемую систему тоже имеет очень большое значение. Значит, допустим, создана система перекрытия, перекрытие в неизменяемые системы, геометрически неизменяемые системы перекрытия. Здесь, значит, устойчивость всей этой системы зависит от каждого элемента. Это раскосы, стойки. Иногда возникает такая ситуация. В свое время, значит, был пожар, пожар на ГРЭС-1, в Вики-Бастузе, где возник локальный очаг пожара, и он, значит, разогрел до потери, до текучести некоторые материалы, вернее, стальные конструкции прямо над очагом пожара. И в результате, значит, потери устойчивости восходящего раскоса потеряла устойчивость пролет в данной части здания. И он рухнул. Рухнула, рухнула какая-то часть проекта покрытия, покрытие, значит, претерпела аварию. И при выяснении, из-за чего суть сводилась к тому, что система перешла из геометрической неизменяемой системы в изменяемую систему. То есть, она изменилась под действием нагрузки и произошла авария. Иногда происходит качественное изменение конфигурации. тоже, значит, меняется под действием какого-то фактора, объективного фактора или субъективного характера. И меняется конфигурация. И это приводит к тому, что происходит перераспределение нагрузки. Перераспределение нагрузки, которое может привести к потере несущей способности. предельное состояние второй группы, второй группы, они включают включают недопустимые перемещения образования и раскрытия трещин, трещин, осадки, осадки фундаментов или допустим разность осадок фундаментов. И в этом плане, в этом плане значит могут возникновения перемещения, перемещения, если развиваются очень большие перемещения, то они выводят конструкцию из строя. А насчет трещин, значит некоторые трещины, которые появляются особенно в железобетонных конструкциях, несилового характера, они могут, не могут, иногда бывает, что не влияют, особо не влияют на работу, сильно не влияют на работу данной конструкции, строительной конструкции. Поэтому в зависимости от места образования, в зависимости от раскрытия, эта конструкция может считаться работоспособной. Это выясняется, естественно, по результатам технического обследования. расчеты строительной конструкции по предельным состояниям, они выполняются на действии расчетных нагрузок. расчетных нагрузок. Значит, когда речь идет о несущей способности, проверяется несущая способность конструкции, конструкции, то применяется расчетная нагрузка со своими коэффициентами перегрузки или со своими коэффициентами надежности. Вторая группа подразумевает расчетную нагрузку при коэффициенте перегрузки или коэффициенте надежности равной единице. А расчетная нагрузка получается путем перемножения нормативной нагрузки на коэффициент перегрузки. Поэтому вторая группа значит расчет производится на действие говорят нормативной нагрузки. Вот такое пояснение. На конструкцию на конструкцию строительную на здание на здание нагрузки действующие можно условно разделить условно разделить по времени воздействия по характеру на постоянные и временные. Это расписано в нормативных документах и можно сказать, что в основном общие составляющие это постоянная нагрузка собственной вес конструкции, вес и давление грунтов, предварительное напряжение и гидростатическое давление воды. Временные нагрузки, которые тоже изменяются во времени нагрузки, их обычно классифицируют как длительные, кратковременные, особые. особые. Длительно временным нагрузкам относят массу стационарного оборудования, снеговые нагрузки, температурное воздействие, влажность, измерение влажностного режима. К времену это масса людей, ремонтные материалы, оборудование, ветровая нагрузка. К особым видам нагрузки проектировщики обычно относятся сейсмические и взрывные воздействия, а также воздействия обусловленными деформациями основаниями. Это так называемые просадочные деформации, которые возникают внезапно и развиваются в течение очень короткого времени, а также связаны с коренным изменением структуры грунта. Поэтому при но надо сказать, что все нагрузки одновременно воздействовать на конструкцию не могут, конечно, поэтому здесь необходимо подходить использовать методы статистической, вероятно, статистической математики, и поэтому есть так называемое сочетание нагрузок. не силовые воздействия это поля, какие-то поля, это температура, осадки, солнечная радиация, биологическая и химическая агрессивность окружающей среды, среды. не силовые факторы могут вызвать силовые воздействия. Например, колебания температур знакопеременным деформациям и возникают трещины. И наоборот, допустим, ветер, ветер, являющийся силовым фактором, он вызывает изменение температурного режима зданий. Все эти факторы могут вызвать как в отдельности, так и в совокупности разрушение или выход из строя данной конструкции. Конструкции получаются дефекты и повреждения по несущей способности могут быть отнесены к одному из следующих состояний. Первое нормальное состояние, нормальное состояние, то есть рабочее состояние, Второе состояние удовлетворительное состояние. Тоже значит существует нормативный документ, техническое обследование зданий и сооружений, в котором регламентированы правила, регламентированы методы обследования формы и рекомендации по оценке работы данной конструкции. В данном случае узловое соединение обследуется и оно выполняет свою работу, находится в таком состоянии, в котором каждый элемент играет свою роль, поэтому строительная конструкция на какой-то момент времени, обычно на момент обследования, оно имеет свое состояние, оценивается. третий состояние непригодное к нормальной эксплуатации, непригодное к нормальной эксплуатации, и состояние четвертое, аварийное состояние, ну, состояние, которое оценивает промежуточное состояние, здесь вы видите полное разрушение опоры, здесь не только произошло скол, но и часть, верхняя часть, она получила большое перемещение, высшее перемещение, и это привело к выходу из строя вот этой конструкции, это опора или путепровода, или какого-то другого сооружения, сооружения. Нормативные и расчетные сопротивления, понятия, они обусловлены материалом, материалом или сопротивлением данного материала, сжимающим или растягивающим усилием. Вот знаменитая площадка текучести, это диаграмма прантля, диаграмма прантля при растяжении, видите вы, это временное сопротивление, которое принимается, рассчитывается и в расчет вводятся вот эти величины. Здесь, значит, отсутствует вот эта площадка текучести, то есть материал предварительно обработанный, предварительно обработанный металл. Это, значит, тоже на сжатие, и вот некоторая величина, которая, при которой еще не наступает материали зоны сдвигов или наступают небольшие зоны сдвигов, называют расчетным сопротивлением. И вот нормативные их значения обычно приведены в нормах проектирования. И вот с учетом вероятности предел текучести из этих величин определяется, рекомендуется величина нормативного сопротивления. Нормативное сопротивление. Это вот СНИПовские или же нормативные те значения характеристик, которые приведены в СНИПах, в нормах, они получены в результате обработки огромного количества опытных данных. Расчетным давлением сопротивлением называют сопротивление, принимаемое при расчетах конструкции и получаемое делением нормативного сопротивления на коэффициент надежности по материалу. Ну вот такое такое очень простое определение расчетное сопротивление. А фактически физический смысл в том, что это давление. Нормативное и расчетное сопротивление коэффициент надежности по материалу учитывает возможное отклонение. И вот коэффициент для строительной конструкции для строительной конструкции средние значения средние значения обычно порядка значит порядка 1,05 до 1,3 вы видите. это коэффициент надежности по нагрузке для веса строительной конструкции и грунтуры. Ну в зависимости от сейчас если сравнивать нормы изменения которые были внесены в нормы то они сохранились вот эти значения. Поэтому в нормативной литературе они приведены и используются довольно успешно строительной практики проектирования. основными элементами типовых зданий обычно которые рассматриваются как архитектурная конструкция как строительная конструкция окна двери ворота в зданиях промышленных конструкция полов играет очень большую роль потому что полы полы не только ограждающие конструкцию но и иногда особенно промышленных зданиях бывают так называемые силовые полы на котором устраивается оборудование которое должны удовлетворять специальным требованиям при выборе вида и конструкции пола необходимо установить характер воздействий и обеспечения эксплуатационной надежности и долговестности в одноэтажных зданиях полы устраивают непосредственно на грунте в многоэтажных на перекрытиях основными конструктивными элементами этой строительной конструкции являются покрытия это непосредственно воспринимающие эксплуатационные воздействия бывают покрытия полов сплошные из бетона пластмассы цемента асфальта щебенчатой глиной бетлии и так далее штучных материалов различных плиты рулоны брусчатка торцовые шашки доски дерева и так далее подстилающий слой вот самое главное главным элементом одним из которые значит удерживает удерживает сохраняет сплошность и должно уделяться очень большое внимание это подготовка подготовка которая элемент пола распределяющая нагрузку по основанию подстилающие слои могут быть и песчаные шлаковые гравийные глинобетонные булыжные бетонные и так далее прослойка прослойки значит они должны изготавливаться из материала обладающего упругостью значит песчаногравийные какие-то растворы песчаные жидкое стекло мастики но обычно песчаные прослойки стяжка которая образует плотную плотную элемент элемент перекрытия для выравнивания пола стяжки выполняет обычный цементр песчаного раствора бетона легкого бетона это вот когда речь идет о полах промышленных зданиях гидроизоляция гидроизоляция в полах предназначена для их защиты от сточных вод гидроизоляции теплоизоляционный слой защищает материал пола звука и теплоизоляция теплоизоляция звука и теплоизоляция звука и теплоизоляция устраивает из минераловатных покрытия выполняет для всех типов полов и некоторых по решению по технологическому процессу который происходит в некоторых промышленных зданиях где связаны значит с утечками устраивают в полах специальные приемки 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 утечек вредных веществ их собирают а потом значит удаляют чтобы не разрушался пол или конструкция пола со сплошным покрытием полы глинобитные полы в горячих цехах делают высокая температура где возможно нападения мы сейчас говорим о полах производственных зданиях покрытие делают из смеси глины гравинные щебенчатые полы устраивают в местах проезда транспорта на резиновом ходу в складах в складах из-за пыльности эти полы выполняют из гравинно-песчаных смесей иногда улучшенных добавкой доучшенных добавкой бетонные и цементобетонные песчаные предусматривают в цехах с повышенной влажностью мозаичные металлоцементные полы асфальтобетонные устраивают ксилолитовые полы помещениях с длительным пребыванием людей без интенсивного движения без интенсивного движения а также в цехах со специальными требованиями взрывоопасности полы из штучных материалов брусчатые полы устраивают из клинка торцовые полы плиточные полы в зависимости от помещения от того процесса который обычно происходит в данном здании из штучных материалов металлические полы они имеют очень большую стоимость высокую стоимость но иногда делают какие-то участки значит на мартеновских литейных прокатных цехов где требуется гладкая непылящая поверхность пола от того производственного процесса дощатые полы устраивают их обычно из шпунтовых досок по черновой подготовке пакетные полы их делают из небольших дощечек заводского изготовления из рулонных материалов линолеум это покрытие подготовку под него делают подготовку под него делают и резинового линолеума тоже известны полы они выполняют определенные требования подъявляемые к ним окна 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 они располагаются значит в здании на фасаде в зависимости от светотехнического расчета здания для технологического процесса и для работающих необходим световой режим вот для этого обеспечения светового режима и устраиваются выбираются размеры окон высота расположения сплошное остекление оно целесообразно обычно для зданий с избыточным тепловыделением и взрывоопасным производством делают сплошное остекление стеклянные такие элементы конструктивные конструкции для заполнения оконных проемов изготавляют из дерева стали железобетона металлические сплавы какие-то пластмассовые прессованные материалы стеклоблоки различного рода и предъявляются к ним различного рода требования в первую очередь это свето пропускные способности а далее противопожарные взрывоопасные какие-то свойства они должны обладать в материале в зависимости от назначения и перепады температуры оконные проемы могут быть одинарные двойные и в принципе в условиях более суровых тройное остекление у меня на памяти был случай когда еще студенческие годы один наш знакомый наш сокурсник посчитал что для караганды более экономичным является целесообразным является тройное остекление это бы снизило нагрузку на тэц на отопление он все это дело показал на расчетах расчеты были конечно простыми может быть какие-то может быть не совсем верны но в общем подходе он значит предлагал что для караганды вот посчитал значит что тройное остекление даст хорошие результаты по конструктивному решению это конструкция оконных переплетов могут быть глухие и створные створные открывающиеся вовнутрь внаружу устраивают для естественной вентиляции проемы предназначенные только для освещения их обычно заполняют глухими оконными переплетами в зданиях с панельными стенами часто применяют по проекту это наиболее простое решение это ленточное остекление для аэрации помещений их делают открывающимися створные располагают так чтобы было расстояние от пола до низа открытого проема не более 1,8 метра а зимой не менее 3,6 метра то есть тоже рассчитываются рассчитываются эти вещи при проектах и на основе технико-экономических каких-то выкладок или технико-экономического анализа данного вопроса очень важными очень важными строительными конструкциями являются также ворота и двери ворота двери для пропуска напольного транспорта наружных стенах промышленных зданий располагают ворота типовые ворота есть их делают по специальному проекту с учетом технологического процесса характера объемно-планировочного решения здания размеры ворот они должны обеспечить пропуск транспортных средств которые обслуживают технологические процессы габариты по ширине не менее чем на 600 миллиметров и по высоте на 200 миллиметров чем у груженного состояния проходящего транспорта размеры проема ворот принимают кратными модулю модулю комбинированному модулю 600 миллиметров устанавливают ворота от 2.4 до 2.5 и до 4.8 5.4 большие типовые ворота обслуживают отдельные цеха которые выпускают большеразмерные виды продукции они могут иметь размеры до нескольких десятков метров перед воротами обычно подразумевают предусматривают пандусы с уклоном 1.10 во избежание больших теплопотерь отапливаемых зданий и появлением их сквозняков ворота оборудуют обычно воздушно-тепловыми завесами по конструктивному решению ворота могут быть распашные раздвижные подъемные откатные ну различного типа часто в полотнах ворот устраивают калитки для прохода пропуска людей целесообразно иногда устраивают ворота качающегося типа двери промышленных зданий устраивают одно и двупольными распашными откатными откатными по материалу дверные полотна бывают металлические деревянные стеклянные дверные проемы обычно от метра и двух до высотой до 2,4 метра двери их ширину располагают определяются тоже расчета с учетом безопасности эвакуации людей из здания в целом из здания в целом 1 2 2 2 2 3 4 2 5